Добрый день! Сегодня мы рассмотрим реализацию анализа продаж торговой компании в системе Visiology. Смотрим для начала модель данных, которая состоит из следующих таблиц Employees, Products, Suppliers, Orders View, Customers и дополнительно была создана таблица Master Calendar. Из-за ограничения Visiology на данный момент поддерживается только денормализованные таблица и модели данных Звезда и Созвездия. Поэтому мы соединили таблицы такие как Orders и Orders Details, Categories и Products, Employees и Offices. В нашей модели данных присутствуют связи, которые настраиваются автоматически путем переноса одного поля таблицы в другое. Например, Employee ID переносим в Employee ID и связь успешно установлено, о чем сигнализирует нам наша система. Наш анализ будет строиться на четырех дешбордах. Это панель показателей, клиенты, товары и менеджеры. Начнем рассматривать с панели показателей. На панели показателей у нас присутствуют следующие виджеты, такие как фильтры, KPI, диаграммы, графики и сводная таблица. Просмотрим для начала сводную таблицу, где у нас используется дополнительное форматирование для столбца «Прибыль в процентах». Сейчас у нас применяются фильтры, поэтому данные отфильтрованы по региону Европы. Если мы его очистим, все виджеты у нас перестроятся автоматически и мы можем видеть, как работает форматирование в столбце «Прибыль в процентах». Рассмотрим поближе нашу диаграмму по продажам. Здесь мы видим такие показатели, как «Продажи» и «Прибыль». При наведении на столбцы выводится дополнительная подсказка. Также тут у нас еще присутствует АППГ, что показывает данные по аналогичному прошлому периоду. Применяя фильтры, данные будут автоматически все перестроены. Переходим на следующую страницу менеджера. На данной странице у нас реализованы следующие виджеты. Это столбчатая диаграмма «График продаж», пузырьковая диаграмма и сводная таблица. Фильтры здесь убраны за пределы дашборда и появляются через кнопку «Дополнительный фильтр». Если мы на нее нажимаем, у нас появляются все наши фильтры. На данный момент применяется фильтр менеджеров Ева Казакова. Если мы его очистим, все наши виджеты перестроились. Давайте рассмотрим поближе диаграмму «График продаж». Здесь у нас присутствуют такие показатели, как прибыль в продаже в рублях и прибыль в процентах. При наведении на показатели у нас выводится подсказка. Также у нас описаны оси «Y» и «X». Давайте рассмотрим поближе пузырьковую диаграмму. Здесь данные считаются так, что размер круга зависит от среднего объема заказа. Как видите, они отличаются по размеру и при наведении подсказка мы видим, что у Матвея Крылова средний объем заказа – это 1097 штук. У Григория Васильева круг больше, потому что средний объем заказа у него – 1997 штук. Перейдем на сводную таблицу. Здесь мы видим такие показатели, как продажи в рублях, прибыль и прибыль в процентах. Также мы можем раскрыть год до квартала и месяца. Дополнительно на данной странице реализована кнопка «Темная тема» для удобства пользователей, которые любят виджеты в темных тонах. Перейдем на следующую страницу «Клиенты». На странице «Клиенты» реализованы следующие виджеты. Это прямая плоская таблица, круговая диаграмма и комбо-график по месячной динамикой продаж. Просматривая ближе прямую таблицу, мы видим, что здесь также применяется форматирование на столбец «Прибыль в процентах» по условию, где условие, если прибыль в процентах у нас больше 20%, то она окрашивается в зеленый. Если меньше, то в желтый. Просматривая ближе круговую диаграмму, мы можем заметить, что доля – это у нас сумма продаж, а радиус – это количество заказа. У Финляндии большие продажи, но из-за количества заказов она рисуется маленькой. Рассмотрим поближе комбо-график по месячной динамике продаж. Тут у нас присутствуют такие показатели, как «Продажи», «Прибыль» и «Прибыль в процентах». При наведении на наши показатели мы видим подсказки. Также фильтры у нас убраны через дополнительную кнопку. Перейдем на следующую страницу «Товары». На странице «Товары» у нас реализованы следующие виджеты. Кнопки, круговая диаграмма, линейная диаграмма и прямая таблица. Посмотрим поближе круговую диаграмму. В круговой диаграмме у нас присутствует «Дрилдаун», где мы можем проваливаться в наши измерения. Также можем фильтровать остальные виджеты. Перейдя в «Дрилдаун», у нас раскрывается наша категория и показаны все товары. Рассматривая ближе линейную диаграмму, мы видим такие показатели «Продажи» и «Прибыль». Рассматривая нашу прямую таблицу, мы видим, что применяется форматирование на «Прибыль в процентах». Дополнительные кнопки, такие как «Товары», «Поставщики» и «Категории» позволяют изменять нам данные в таблицах. Если мы нажмем на «Поставщики», в таблице у нас изменятся данные для поставщиков. Если мы нажмем на «Категории», данные изменятся на «Категории». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...